Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты Верховного Совета и приглашенные. В кратком изложении представляю вашему вниманию ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателя в Республике Хакасия за 2019 год. С докладом вы ознакомлены, поэтому постараюсь обратить ваше внимание на самое главное, кратко сжато, показать основные проблемы, основные обращения и как мы с ними работали. В докладе об этом подробно рассказано, занимает доклад 90 страниц, более 100 фотографий, таблиц, графиков, диаграмм. Конечно же, доклад составлен исключительно на основании обращений хозяйствующих субъектов. По данным медиалогии, которую составляет аппарат, уполномоченного при президенте Российской Федерации, нашей деятельности в прошлом году было посвящено 312 публикаций СМИ. Даже по сравнению с соседними регионами, это внушительная цифра и свидетельствует о значительном внимании к нашей деятельности в прошлом году. Свои функции мы выполняем во взаимодействии с широким кругом лиц. Они здесь представлены перед вами на слайде. Это Верховный Совет Правительства, органы местного самоправления, общественная палата Республики Хакасия, уполномоченные при президенте, прокуратура, правоохранительные, СМИ, бизнес-объединения и общественные помощники в муниципальных образованиях. Благодарю все указанные структуры и буквально всех вас, всех депутатов Верховного Совета, за оказанное доверие, за поддержку и сотрудничество. Если раньше, в прошлых годах, я каких-то депутатов отмечал или группы депутатов, то в прошлом году мы взаимодействовали буквально со всем Верховным Советом, буквально с каждым из вас. Особенная наша признательность, имею в виду предпринимателей Хакасии, руководителей бизнес-объединений, Владимир Николаевич, вам, за понимание проблем, выверенную позицию по налогам и сборам, по межбюджетным отношениям, за неоценимую заботу и внимание. За шесть лет работы Институту полномоченного стал узнаваемым в обществе, известным в среде предпринимателей, показал свою эффективность, состоятельность и востребованность для хозяйствующих субъектов и органов государственной власти. Перед вами статистика о количестве жалоб, поступивших за период без малого семь лет. Прошу обратить внимание, что в 2019 году количество обращений по сравнению с 2018 возросло более чем в полтора раза. Это серьезная нагрузка, тем более, что по-прежнему у нас уполномоченные не имеют своего аппарата. О чем эти обращения? Тематика основных, самых массовых, представлена на слайде. Первое место занимает жалобы на действия и бездействия органов местного самоправления. Особенно это касается установления уставок налогов и сборов, стоимости аренды помещений и торговых мест. Далее я продемонстрирую вам некоторые примеры. На втором месте вы видите задолженность по реализованным государственным муниципальным контрактам. Далее зачитывать не буду, для экономии времени. Вот такой вам пример приведу. 209-й федеральный закон, 131-й федеральный закон обязывает муниципальное образование иметь программы развития малого и среднего предпринимательства. Эти программы должны быть заложены средством. Вот на сайте Ефремовкинского сельсовета я нашел такую программу. Как вы видите, в поселении 10 индивидуальных предпринимателей, из них 6 торговля, 3 туризм, выпечка хлеба и хлебоволочных изделий 1. В малом бизнесе села занято 13 человек. В магазинах работают 6, в туризме 5, в пекарне 2. Вот муниципалитет указывает ожидаемые результаты программы развития. Ежегодное увеличение удельного веса занятых на 1%. Если там 10, да, то это на сколько будет? Вы, наверное, все уже посчитали. Увеличение количества опять на 1%. Увеличение численности занятых почему-то всего района на 2%. Ну, это вот не поддается никакой критике совершенно. Вот так работают органы местного самоуправления. Другой пример. Ну, а почему возмущаться? Увеличение занятых на 0,13 человек. Да. Видимо, кому-то рука приросла дополнительно, 3 или еще что-то. Не, ну, действительно, это смешно. Это формализм, понятно. Поэтому планы такие не годятся. Перед вами акт, опубликованный недавно. Одно из наших предприятий российских, естественных монополий, Россети, опубликовало данные, что получило 125 миллиардов рублей чистой прибыли за 2019 год. Примерно такой же результат был в 2018 году. Следующий факт. Банковский сектор России, прибыль его более 3 триллионов рублей. И теперь посмотрим методом сопоставления, что происходит с малым и средним бизнесом. К сожалению, сокращение, выживание и так далее. За три года Хакасия потеряла 1886 субъектов малого бизнеса и 8 642 рабочих места. Это по данным реестра, единого реестра МСП, который администрирует Федеральная налоговая служба. Только в 2019 году прекратили свою деятельность более 100 фермеров. На данный факт постоянно обращает внимание депутат Тутатчиков Вячеслав Михайлович. И вот, анализируя эти данные, можно сказать, обнадеживает только тот факт, что сейчас, в 2019 году были приняты правительством республики определенные меры, в том числе сниженные ставки налогов по Ирине Ивановне присутствуют, по упрощенной системе. У нас, по сравнению с 2018 годом, темп снижения количества субъектов МСП снизился. Если в 2018 году сократилось на 906 субъектов, то в 2019 году на 649. Полтора раза меньше. Темп снижается. Но все равно, вы видите, что правительство озаботилось, и вот перед вами постановление правительства республики Хакасия о том, что я называю это борьба с нелегальным бизнесом, с недобросовестной конкуренцией легального и нелегального бизнеса. Поэтому нам необходимо снижение налогов, снижение или удержание тарифов и по всем остальным показателям тоже движение вперед. Вот как раз-таки над этой проблемой много работает общественная палата. Ольга Александровна присутствует здесь. Четыре раза общественная палата республики Хакасия посвящала свое внимание от проблемы недобросовестной конкуренции легального и нелегального бизнеса. То есть вот эти четыре тысячи занятых, которые сократились в секторе малого предпринимательства, они куда ушли эти люди? Они ушли в тень. Они не платят никаких налогов, не формируют свою пенсию, за них несет нагрузку, все остальные несут по обеспечению образования, здравоохранения и так далее. Далее приведу вам такой пример высказывания Альберта Эйнштейна. Каждый человек талантлив, но если о способностях рыбы судить по тому, как она лазит по деревьям, то она всю жизнь будет считать себя дурой. Вот я это к чему? Вот за почти семь лет работы уполномоченным я вижу, что у нас нет системы подготовки и выявления, лиц нет, которые склонность проявляют к предпринимательской деятельности. И ключ к решению многих проблем нам видится в образовании. Мы об этом говорили и с руководителем, министром образования, и с другими коллегами. Все со мной соглашаются в этом отношении, что ключ к решению очень многих проблем нам видится в образовании. Но когда касается конкретно, мне говорят, о такой профессии нет предпринимателя. В перечне профессии Российской Федерации такое нет. Но во всех сферах экономики, во всех секторах взять туризм, есть специалисты, взять агропромышленный комплекс, есть специалисты. И вот получается, что мы поддерживаем лиц, иной раз, не понимая их уровень компетентности. Это очень похоже, как вот эта система, приходят люди и совершают те же самые ошибки, которые совершали их предшественники. Это похоже на отправку в бой необученных бойцов и командиров, необстрелянных и безоруженных. Государство пытается наладить этот процесс, но пока получается не очень успешным образом. А аналогичный опыт есть в подготовке спортсменов. И я думаю, нам надо его перенять. Следующий слайд, пожалуйста. Вот сейчас представителям правительства России поставлена задача оценить эффективность институтов развития, которые как раз-таки готовят нам, будущих предпринимателей. И мы тоже должны обратить на это свое внимание. Кто и как их учит, чему учат, и присутствуют ли там практикующие предприниматели. Зачастую, иной раз, мы видим несколько другое. Следующий слайд. Ну, об этом я уже все рассказал. Далее, пожалуйста, Дмитрий Владимирович. К сожалению, мы видим, что срочные дела всегда побеждают необходимость решать важные задачи. Ну, будучи оптимистами, считаем, что мы все-таки эту ситуацию переломим совместными усилиями с Верховным Советом, с правительством Республики Хакасия. И считаем, что здравый смысл возобладает, сама жизнь приведет нас к необходимости развивать предпринимательство. На этом завершу. Благодарю за внимание. Спасибо за доклад. Уважаемые коллеги, есть ли вообще, может, вопросы? Игорь Николаевич, да, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Выступление, конечно, очень эмоциональное, красивое, но этим дело не сдвинешься. У меня большая просьба. Вот вы говорили о том, что есть большой отток предпринимателей. Но если внимательно посмотреть, с тем же Минфином мы смотрели, налоги, они везде одинаковые. Другие платежи, они тоже, возможно, одинаковые. У меня просьба такая. Совместно с правительством, включитесь с работой. Из тех 600-700 предпринимателей, которые ушли, давайте попробуем вместе, может быть, выяснить причину этого оттока. Или ряд причин каких-то. А может быть, еще возможно всю эту ситуацию исправить. И вернуть из других регионов, чтобы вернулись обратно к нам. Вы показали, что в шести магазинах работает шесть человек, это тоже большой вопрос. Люди и на больничные уходят, и, скажем так, какая-то подмена нужна. То есть включиться в эту работу по всем направлениям и понять истоки, почему такое происходит. Спасибо, Игорь Николаевич. Однозначно я согласен с вами. И только поправлю маленько. 600 или 700 это сократилась общая численность. А за 2018 год у нас мигрировали 23 юридических лица, а за 2019 год мигрировали 20. За два года 43. Мы сейчас очень плотно работаем над этой проблемой. Она для нас в этом году будет одной из основных. Спасибо. Так, Олег Альбертович Иванов, пожалуйста. Василий Владимирович, у вас отчет не мастер-класс. Поэтому, Василий Владимирович, за жизнь поговорить, оно, конечно, интересно. Но меня интересует вопрос. В скольких спорах предпринимателей с налоговыми органами в 2019 году вы участвовали? И как эти споры разрешились? Спасибо, Олег Альбертович. Действительно, я говорил, что в докладе все это указано. И в том числе истории успеха приведены. Невозможно весь доклад озвучить и все проблемы осветить. Но, тем не менее, я отвечу на ваш вопрос. В 2019 году мы участвовали в трех спорах в арбитражном суде с налоговой вместе с предпринимателями в качестве третьего лица, где, с другой стороны, была налоговая. Либо она была истцом, либо ответчиком, неважно. Во всех этих трех спорах были приняты решения в пользу хозяйствующих объектов. Двух. И третий был там арбитражный управляющий. Все три арбитражных суда решились в пользу предпринимателями. Андрей Николаевич, хорошо. Филягин Андрей Николаевич, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. В конце прошлого года было обращение представителей аптечного бизнеса по поводу налогов. Как ситуация на сегодня? Я возглавляю эту рабочую группу по обращению Ассоциации аптечное дело. Работа по этому вопросу близится к завершению. Все фактические материалы, статистические собраны. На основании их разрешения они сами предоставили доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну. Минэкономразвитие буквально со дня на день передаст всю сводную аналитическую информацию в Министерство финансов и будет приниматься решение. Будем ли мы представлять им какие-то льготы на региональном уровне, возможно ли это, целесообразно или нет. Они до 1 июля имеют право применять единый налог на миненный доход, а остальные полгода нам надо будет принимать решение, как поступить. Спасибо. Так, Ольга Валерьяновна, широковец. Василий Владимирович, скажите, пожалуйста, а как Вы оцениваете, что называется, выхлоп после новой системы налогообложения, за которую мы недавно голосовали, я имею в виду снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес? Есть уже какие-то результаты? Или рано? Рано, Ольга Валерьяновна. Она вступила в силу с 1 января 2020 года, буквально сегодня 12 марта, даже квартала еще не прошло. Вы анализ не делали, да? Даже таких нет сведений никаких, даже данных. То есть квартал пройдет, тогда у Вас цифры будут, да? Это только не раньше апреля-мая, будет только за первое. Понятно, спасибо. Спасибо. Валерий Николаевич, Старостин, пожалуйста. Василий Владимирович, вот, может быть, я пропустил. Президент говорит, что применить административную гильотину, да, снизить именно проверки на малый и средний бизнес, как в этом плане, 19-18 год. Реализуется ли это на практике? Спасибо. Спасибо, Валерий Николаевич. По нашим данным, знаете, в 19-м году произошел ренессанс, буквально ренессанс проверок. Закончила свое действие надзорные каникулы в 19-м году. И буквально прямо у всех, у большинства проверяющих контролирующих органов, рост количества проверок, ну, те, кого мы смотрим. Значит, в прошлом году, я напомню вам, Хакасия заняла второе место по индексу административного давления, который составлен был институтом уполномоченного при президенте. Это один из лучших результатов. У нас был один из самых низких уровней административного давления на бизнес. Вот этот индекс, он смотрит не количество, правда, проверок, а долю предупреждений от штрафа, да, какие суммы штрафов налагаются, ну, и так далее. Сейчас мы продолжаем эту работу, второй год составляем, но я думаю, что наши позиции будут уже не такие радужные. Поэтому, вот, я думаю, ответил на ваш вопрос, Валерий Николаевич. Да, спасибо. Андрей Георгиевич Аплошкин, пожалуйста. Ну, у меня вопрос по отчету, вот, здесь вторая страница. По письменным обращениям проведена тщательно, это что касается обращений предпринимательского сообщества, проведена тщательная работа. В процессе работы с обращением в надзорные органы направили запросы, письма, заключения, по которым были получены ответы. То есть, насколько я понял, первое, что основная задача получить, добиться ответа в этом министерстве, но не решить проблему. Потому что они же считают основные проблемы. Неправомерные действия органов власти. Первый пункт. Второй пункт. Несвоевременная оплата исполнена государством муниципальных контрактов. Вот сходка из неисполненных муниципальных контрактов вашими силами была исполнена на сегодняшний день. На сегодня основная проблема предпринимателя это, а, покупательная способность, что люди не могут продать свою продукцию, а, второе, не могут получить деньги за нее. Причем зачастую по муниципальным государственным контрактам. Учитывая отсутствие оборотов и финансовых резервов, они просто банкротятся. И прекращают свою деятельность. Причем это государственный контракт. То есть государство не платит предпринимателям, за которые он породеет, и которых якобы поддержит. По сути, он их гробит и топит. Спасибо. Действительно, этой проблемой мы занимаемся совместно с прокуратурой республики Хакасия. И здесь огромная благодарность прокурорам всех уровней. Значит, докладываю вам, что из всех обратившихся к нам с этой проблемой, 99% получили все средства, которые им причитались. Значит, по одному заявлению, по одному обращению оплата не произведена. Там сложный случай получился. Предприниматель умер просто. А наследники не вступили. Ну, мы сейчас разбираемся с этим вопросом. Поэтому эффективность этих действий, те, кто к нам обратился, все получили все, что положено. Ну, и, наверное, здесь, конечно же, надо поблагодарить Минфин, потому что идут навстречу, несмотря на все сложности с бюджетом. Вячеслав Михайлович, Татальчиков, пожалуйста. Василий Владимирович, вот по Вашей информации, за два года 43 юрлица закрылись в Хакасии и зарегистрировались в Красноярском крае. Я думаю, Вы с ними встречаетесь, общаетесь. И вот основная причина, почему не уходят из Хакасии? Вячеслав Михайлович, эта информация нам поступила только вчера, была предоставлена, или позавчера. И мы сейчас в ближайшее время в рамках акции «Делай бизнес в Хакасии» обязательно повстречаемся с этими. Они уходят не только в соседний субъект, но и в другие субъекты. Я сейчас не буду называть, кто в этом списке имеется. Мы постараемся эти причины выяснить. Вместе с правительством республики Хакасии работа ведется. Я думаю, Вы уже не первый год работаете, и не может быть информация какая-то есть. Ну, как обычно, как везде, всегда есть разные причины, Вячеслав Михайлович. Разные. Ну, Вам тоже анализировать надо. Дело в том, что как только прижмут по налогам, поехал в Шушенское или в Минусинь зарегистрировался, как там прижмут, сюда опять прибегут. У нас эти десятка, два, три, это миграция ежегодно идет, а то и пять десятков и больше. У нас есть и покрупнее, у которых там доход полмиллиарда, есть и такие, которые должны получать. Это движение, оно связано с конъюнктурой абсолютно там давления или налоговых органов, или других вещей. У нас, к сожалению, это есть. И мы обмениваемся, кстати, и с Минусинцами, и с Южанами, и с Красноярском. Они тоже эти проблемы видят, знают. Ну, это небольшая группа. У нас из там 16 тысяч малого там или среднего бизнеса, ну, 40-50 это каждый год примерно. Примерно вот она цифра. Но анализировать постоянно надо, конечно. И Вам тоже, как уполномоченному, это безусловно. И упреждать меры какие-то принимать, которые, чтобы они, может, действительно обидели, может, предвзято отнеслись и поэтому уходят. Это так. Но всегда бизнес ищет там, где лучше. А рыба, где глубже или лучше тоже. Примерно. Дмитрий Анатольевич Иванов, пожалуйста. Депутат Иванов. Вот вопрос такой, а можем мы влиять на ситуацию, допустим, что у нас полностью идет замещение продукции, там, производимой в Хакасии, да? Допустим, почему закрывается предприниматель там? У них некуда реализовывать, там, допустим, свою продукцию. Он вынужден, у него нет оборота, ему не хватает оборота. Так бы он работал, там, производил что-то. Допустим, внедрять свою продукцию на рынок, это влиять на это, можем, но нет. Даже при тех налогах и при тех процентах банковских, да, приниматель как-то может там на плаву держаться, там, работать. Спасибо. Действительно, это очень важный вопрос. Да, да, экономика-то в этом и как бы. Если нашим производителям обеспечить гарантированный сбыт, то наши производители начнут развиваться гораздо быстрее, чем... Ежели вот как заходят крупные торговые сети, во-первых, вытесняют наших мелких продавцов торговых, торговых предпринимателей. А торговые сети следом за собой везут в свои крупные партии товаров, которые производятся по даже конкурентных условиях, может быть, гораздо лучше, чем в Хакасии. Даже тариф на электроэнергию в Москве 5 рублей для прочих потребителей. И таких факторов много. Поэтому я согласен с вами. И как раз таки вот просил бы, может быть, и знаю, что рассматривался вопрос включить в проект постановления этот вопрос, изучить вот эти все как бы моменты, почему экономические, социальные, налоговые, тарифные, которые влияют на то, чтобы наши производители развивались быстрее. Чтобы у нас выходили предприниматели из тени. И это такой большой комплексный вопрос. Но вот должен сказать, что здесь, конечно же, это львиная доля занятий, это Министерство экономического развития должно заниматься. Мы правозащитники. Моя цель, установленная мне законом, это обеспечение государственных гарантий, соблюдение защиты прав и законных интересов, субъектов предпринимательской деятельности. Спасибо. Спасибо за ваш ответ. Но вопрос-то вообще правомерный все равно. Да. И вы должны обобщать все эти обобщения. И вносить предложения и в исполнительные органы, и в законодательные, если необходимо, предложения. Поэтому, в принципе, конечно, вы не главный. У вас и аппарата никакого нет. Вы там один. Я знаю, что вы активно работаете. Ну, так, коллеги, вопросы задали все, какие необходимы были. Так, Василий Иванович Шулбаев, пожалуйста, председатель комитета. Готовили вопрос, отсчет и по проекту постановления, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги. Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Кази за 2019 год рассмотрен в составе рабочей группы комитета по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту, а также опросным путем, поддержанным депутатами комитета. С учетом поступивших предложений выработаны соответствующие рекомендации профильному комитету правительству Республики Кази по полномочию по правам предпринимателей. Комитет, если необходимость, в принципе, проходить по постановлению, оно у вас на руках. Предлагается принять проект постановления за основу. Это тоже наш. Спасибо, Василий Иванович, я понял. Но предлагается все-таки проект постановления его за основу или дополнительные есть вопросы какие-то к нему? Не поступало. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить и уполномоченного по правам предпринимателей и комитет, которые все-таки структурировали, организовали работу этого института. Но нам необходимо действительно помощь оказать. Там кто-то хоть эксперт или специалист какой-то, который был, кроме технического работника, чтобы вместе работали. Действительно, требует защита эта категория нашего бизнес-сообщества, малого и среднего предпринимательства. Вопрос прозвучал о снижении неких налогов. Я вам докладываю, у нас процентов 60 установленных государством налогов не платится в Хакасии в бюджет Республики и в местные бюджеты. Не платится. Но все требуют еще снижать. Я говорю, снизить можно, если мы закроем десятка-два детсадов, школ, больниц. Это мы же содержим все за счет налогов. Можно тогда и сократить и отменить те налоги. И вообще закрыть все. Поэтому давайте думать, другие источники искать, что дополнительно надо сделать. Особенно касается крупного бизнеса, который значительную часть налогов сегодня не платит в Хакасии. Поэтому проект постановления предлагается принять. Дополнительных нету туда. Коллеги, если нет, ставлю на голосование. Кто за принятие постановления по данному вопросу? Прошу проголосовать. Принимается. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова